Легион под командованием Джулио Массимо контролировал здесь стратегически важный торговый путь. В 80-е годы мной было выдвинуто предположение, что дорога Страбона не просто реально существовала, а скорее всего, видимо, это одно из важнейших ответвлений самого Великого Шелкового пути, который активно функционировал в те периоды, когда происходило обострение отношений между двумя ведущими державами мира – Парфи и Рим. Вообще, Великий Шелковый путь, мы должны помнить, на своей ранней стадии – это имперский путь. Он существовал только за счет того, что великие державы, великие империи того времени, они гарантировали беспрепятственное прохождение товаров через свои территории. Это была зона политически стабильная. Два стабильных государства – Кавказская Албания и Берия, Грузия, они обеспечивали свободное прохождение этих товаров в обоих направлениях. И это короткий путь. И это большей частью водный путь, то есть дешевый путь. Вот все это одно к одному приводило к тому, что все-таки эта дорога должна была активно функционировать. И, собственно говоря, это наглядно показывает раскопки двух крупнейших исторических городов на Куре – Нцхетта в Грузии и древний Менгичау, древний Самунис у нас в Азербайджане на Куре. Этот путь связал два моря. Торговая артерия, которая пролегала по территории государств Кавказа. Речная трасса шла в обход парфянских владений. По сути, это была альтернативная ветвь, набирающая силу шелкового пути. Но это уже тема для другой экспедиции. Торговая артерия, которая пролегала по территории государств Кавказа. Новая система позволит странам агрессивно обмениваться данными и не докупить просто террористическую угрозу. А всего на встрече обсуждалось порядка... Обсуждалось... Это что такое? Что это за помехи? Что за помехи? У нас проблемы с оборудованием. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как этот мир хорош Как этот мир хорош Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok